Сотрудники антикоррупционной службы в рамках проекта «Сапал и Жол» провели мониторинг качества ремонта дорог на трассе Мамлютка-Кустанай. Тендер на проведение работ выиграла фирма-дорожник Ашикаспан. Восстанавливает 15-километровый участок. Как проходит реконструкция и есть ли нарушения, узнавал Алишер Ашимов. Это участок автодороги республиканского значения А21 Мамлютка-Кустанай в Жамбовском районе. Ежедневно по ней ездят в областной центр. Автовладельцы знают, но изусть здесь каждую яму. На качество полотна они не разжаловались местным властям. 15-километровый отрезок действительно проблемный и в этом году взялись за его реконструкцию. На устранение неполадок выделили более 700 миллионов тенге подрядчик фирмы-дорожника Ашикаспан. Тут применена технология холодного рейсайтинга. Она заключается в том, что фрезеруется старый асфальтобетон до мелкого состояния. Потом добавляется в определенных количествах щебень двух ракций и цемент. Все это специальные машины, которые называются рексайклер, перемешиваются, поливаются водой и укатываются до плотного состояния. Согласно стандарту, ширина асфальтного покрытия должна быть 7 метров, толщина 5 сантиметров, а также 2 года гарантии от подрядной организации. Почти половину участка уже отремонтировали. Антикоррупционная служба в рамках проекта Сапаложол проводит мониторинг качества работ. А специалисты регионального филиала Национального центра качества дорог взяли пробы асфальта на экспертизу. Результаты будут готовы через 5 дней. Такое полотно стелят на трех участках трассы Мамлюдка-Кустанай, начиная от села Кладбинки в сторону Пресновки. Как долго оно прослужит, зависит не только от качества работы подрядчика, но и от местности. Укладывать асфальт начали в мае. Планируют сдать в эксплуатацию к концу октября. В ходе проверки сотрудники антикоррупционной службы не выявили никаких нарушений. Работы продолжаются. Технологию строительства полотна подрядчики используют шестой год. И, по словам специалистов, она еще ни разу не подводила. При всем этом необходимо учитывать, что хороший результат зависит еще и от местности. Зависит, во-первых, от заболачивости, чтобы болота не было. Потому что если болото, что у нас там на одном участке ждет, это надо сжимать воду, там, короче, перенасыщение. Ну, оно гораздо лучше, чем щебень. Потому что основание самого прочнее. Возвращение поступает, а сад будет лежаться дольше. Коррективы в работу дорожника вносят погодные условия. То солнцепек, то дождь. Порой мешает и мимоидущий автотранспорт. Самое главное сейчас – качественно и своевременно положить покрытие. А установка знаков и прочие работы – это дело времени. Алишер Ашимов, Жолдузбек, Ермуканов. Новости МТРК.